И все, привет, ребят, с вами Старвайклс, и записываем новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых обновленных вооружений. Сегодня у нас пятница, и мы начинаем серию обзоров вооружений, которые у нас поменялись в балансе. Вчера у нас произошло много изменений, которые я, к сожалению, не запечатлел в рамках видеоролика, хотя можно было бы это тоже сделать. Ну и сегодня мы начнем обзор с грома на вакуумные снаряды. Именно это устройство поменялось в своем балансе, и исходя из того, что у нас написано на википедии, вернее на форуме, то радиус поражения взрыва стал значительно больше, то есть сплэш-урон у нашего грома теперь должен быть прям супер-мега вкусный. Ну и с вакуумным снарядом именно процент минимального поражения взрывом был 50%, стал 250%, что должно кардинально изменить в лучшую сторону это замечательное устройство, которое на протяжении уже довольно длительного периода времени находится, ну, в среднем, может быть, выше среднего баланса. Но на нем особо сильно в матчмейкинге никто не играет, хотя я до сих пор считаю, что этот гром является довольно-таки конкурентно способным. Поэтому мы сегодня вместе с вами берем наш замечательный гром, берем викинга, именно с этим корпусом я бы хотел бы сегодня попробовать реализовать нашу комбинацию. Ну и по иммуночке, ну, наверное, у меня подава стоит, пусть стоит. По дрону мы, конечно же, берем сегодня кризиса, берем резист от самого себя, чтобы не так много наносить урона сплэшом. Ну и берем резист, наверное, давайте от Скорпиона, то есть вот такая вот у нас комбинация сегодня будет. Ну а если вы ждали этот видеоролик и вообще вам нравятся видосы игровой тематики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунточке становится личный такт, такт, мп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Буквально несколько недель нас отделяет от масштабнейшего этого замечательного розыгрыша. Ну а мы вместе с вами, наверное, сегодня будем пикать быстрый бой. Сегодня у нас, по идее, должны были, опа, видоизмениться и обновиться вот эти вот самые замечательные миссионочки. Выглядит теперь все это дело вот следующим образом, и можно теперь одним кликом забирать заданки. Так, особые. Тоже тут что-то какой-то бонусик мне накапал. Так, ну и вот здесь есть тоже вот такие вот заданки. В принципе, выглядит теперь это все довольно-таки солидно. Красивенько так. Можно теперь тут так немножечко летать, смотреть, кто там где там, что там набито, сколько, в каком количестве. Да, в принципе, выглядит интересно. Так, ну и, наверное, давайте попробуем специальный режим. Там вроде как, если я не ошибаюсь, демочка. Заодно сразу попробуем взбодрить ее и посмотреть, как в демке себя покажет наш замечательный Викинга Гром. Надеюсь на то, что результат меня удивит, обрадует. И я снова вспомню про это замечательное устройство и начну на нем играть в рамках нашего матчмейкинга. Да, также у нас должно фармиться довольно хорошее количество наших замечательных ультраконтейнеров. Да, что у нас тут по ультраконтам? Ультраконты там. Рельсочку можно подлутать вкусненькую с дробовичком. Так, ну и смотрим, куда меня закидывает. Надеюсь, что на новую карту, не на какую-то начатую. Ну, если начатая, то хотя бы там минут 10 было. Чтобы мы могли... О, вообще идеально, новая карта. Три реза от Грома. Окей, хорошо. Три резиста от Грома. Выглядит неплохо. Выглядит... О, пачки! Выглядит очень неплохо. Нифига себе, я тыку дал. На 2 100 урона просто. На 2 100 урона Громчик залетел у нас просто сплэшовый. Сплэш, походу, должен быть прям очень сильный. Прямо сейчас на вакуумных снарядах. Ну и смотрим, насколько будет много у нас залетать. Так, это по резисту, да? По резисту маловато. Как-то маловато я дал. По 400 там до 2 тычки. Не сказать, что это было много. Не сказать, что это было круто. Так, ну ладно, давайте дальше. 1 100. 1 600. По резисту. 1 100. То есть большой у нас длина именно сплэш урона стала большая. Прямо реально большая. То есть вы видите, я могу дать рядом в стенку. И от этой стены урон 100% залетает у нас по противнику. И это, конечно, выглядит очень и очень неплохо. Если бы я бы еще не косорылил. 2 400 от стены по вастику. Неплохо. 1 700. Блин, сюда здесь где-нибудь попасть бы. По стеночку какую-то. Ну, интерес. Интерес, 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 интерес. Сплэш такой прям вкусненький стал. Прям такой вкусненький сплэшик. От расстояния теперь можно играть побольше. А то у нас диста была. Ух, нифига себе там расстояние. Нифига себе там расстояние. Еще бы урончик, еще побольше бы был бы. Было бы вообще мега вкусно. Так, это фаустик, да, у нас тут сводится. Фаустика можно было бы, наверное, даже и резист взять. А то он меня будет нормально сейчас дрюкать по ощущениям. Так, ну и по киллам пока что не сказать, что у меня супер круто. Четверочка от стены. Шикарная четверочка залетела от стеночки. Здесь 91 урона. Ага, с дистанцией, короче, все грустно. С дистанцией все грустненько, понял. Так, а почему тут у меня сплэш не залетает? Не понял. Тут, по идее, сплэшик у меня тоже должен был быть. Но сплэша не было. Надо немножечко привыкнуть к вакуумным снарядам, а то я что-то как-то отвык от этого устройства. Где-то выстрелы какие-то такие глупые не залетают у нас. Так, рельса меня просто шотит. По жесткому, по идее, нам надо вообще резист поменять. Надо взять рельсы и от страйкера. От рельсы и от страйкера, чтобы меня так жестко не нагибали. Так, жестко не нагибали. Так, но пока что, конечно... Пока что, конечно, мне казалось в моменте, что оно будет жестче. Мне казалось, что оно будет жестче, но на деле пока что я никакой супержести не вижу. Да, то есть как бы, по идее, сплэш урон должен быть такой, то ты там прям должен наносить прям очень хорошие цифры. Пока что, если честно, я этих хороших цифр маловато вижу. Так, у меня еще и овердрайв здесь. Хантер прожимает довольно близко, играет противник постоянно. И не получается у меня реализовать мою комбину. Ну и по килам вы видите, что фаустик вот именно дает прям плотненько по килочкам. А я со своим вакуумным громом пока что, ну, ничего особо сделать не могу. 6 на 9, это довольно плохой счет для такой катки. И как будто бы, как будто бы особо силы-то и нету в этих вакуумных снарядах. Хотя, хотя, исходя из того, что там было написано, должны эти вакуумные снаряды давать плотного контента. Плотного контента. Но пока что я никакого контента здесь не вижу. Пока что здесь контентика нету, да. И те вакуумные снаряды, которыми мы работали от стеночек. Может, конечно, именно такая катка. Не повезло мне, да, немножко. Может быть и бой неподходящий. Хотя, вроде как, бой должен быть нормальный. Так, 1600 от стены залетает. Пробуем здесь дать по двоим. По двоим у меня не залетает. Это у меня первый овердрайв только на Викинге накопился, что ли. Первый оуди накапливается у нас. Так, овердрайв с центра. Опачки, Васпик не может забрать. А, нет, забирает. Забирает все-таки. Забирает. Так, ладно. Появляется у меня овердрайв, который мы попробуем сейчас. Ну, вот так вот хотел я, конечно, реализовать его повкуснее. Повкуснее хотел реализовать. Но по итогу... По итогу шляпа усатая у нас получается. 11 киллов. Когда у нас у первого 37. Я понял. Оп! О, вот он сплэшик. Вот он вкусный сплэшик. Так мне надо было просто на осаду какую-то идти, а не в ДМ-ку. Надо было просто на другой режимчик нам двигаться, господа. Надо было сплэш урона искать. А так что-то как-то по сплэшику у нас не супер кисло. Но урон... Урон как будто стал реально сильнее. Стал реально сильнее у нас урончик нашего... Ой, вкусно! По 3000! Очень вкусненько. Очень вкусненько по троечке залетело. Я так понял, что именно дальний сплэш стал намного сильнее. То есть ближний сплэш, он не такой жесткий. А вот если расстояние больше становится, то этот сплэш начинает... Да, да, да! Наносить большее количество урона. Все, я понял. Вот сейчас я понял, как это работает. То есть если ты минимальное поражение даешь, да, и это минимальное поражение дотягивает до нужных цифр, то с него урон залетает максимальный на 250. Просто на 250. Сверху бабловое залетает. А если у тебя сплэш не с большого расстояния, то там урон плюс-минус... О, видите, 2000 даже вот от такого большого сплэша залетело. То там у тебя со сплэша не залетают большие цифры. Все, я понял, как это работает. Немножко просто механика вакуумных снарядов стала другая. Но с такой механикой как будто бы... На дистанции в режимах, в которых можно стрелять сразу по большому количеству противников. То есть, например, это осада, там, ЦП какое-то, где противник кучкуется. Мне кажется, в таких режимах этот гром должен давать прям плотного контента. Вот сейчас по резисту 2300 залетело. По резу со сплэша 2300. Ну, это очень хорошие цифры. Так, пробуем сейчас навалить вот сюда. Мамонтелло там аудишку прожал. Да, видите, то есть сплэш урон от средней дистанции. Он был 700 урона. Я чуть большую дистанцию дал со сплэша. И уже по резу залетела тыщенка. Да, то есть это по резу без ДАшки... По без ДАшному безрезу это был бы где-то урон около 3-4 тысяч. Появляются очень и очень хорошими цифрами. Так, пробуем сюда дать. 200. Добавить 2400. Вкусненько. Здесь от стеночки будет что-то. Нет, нет, расстояние у меня. К сожалению... Так, у меня есть овердрайв. И падает оверка на центре. Здесь меня челик начинает контролить. К сожалению... К сожалению, не могу здесь прожаться. Хотя хотелось. Хотелось очень сильно прожаться. Так, ну и у меня 28 киллов. Хотя бы до 50 дотянем, интересно. У нас вроде как такая радуга в ТАБе. По киллам здесь как-то тяжеловато идет. Довольно неплохой подбор игроков у нас залетел. Ребята, довольно... Ух ты, 3700. Видите, полторушка от средней дистанции. Полторушка. И потом бах. И сразу вкусное залетает. Сразу вкусное залетает почти четверочка. Да, вы чувствуете вот эту вот разницу. Чувствуете эту разницу вкусненькую. Так, ладно, тут немножечко убежим. Убежим чуть-чуть сюда. Попробуем сплэшиком здесь зацепить. Но сплэшик как-то не берет. Как-то не берет. То есть надо вот эту вот дистанцию еще прочувствовать. От которой работать надо. И тогда можно уже делать прям лютейшую вкусняшку. Так, ну и резистов вы видите. Что от грома здесь резов крайне много. То есть если бы здесь не было такого большого количества резов. Было бы, конечно, попроще нам играть. Так, ладно, вжимаем овердрайв. Пробуем раскрутиться. Ну, раскруточка такая себе, если честно. Давай. Ну, еще вот этого забрать. Хорошо, две с половой залетает. Здесь у нас рикошет какой-то интересный. Накидывает по нам урона. Так, и мамонта гром. Мамонтелла улетает на респаун. Но, по итогу, здесь что-то у нас по урончику. Никакого сплэша не могу найти. Не могу никакого сплэша здесь найти. Так, Хантер меня пытается выпушить. Пробуем дать еще тыку. Ну и сливаемся. 33 килла, 3 минуты у нас до конца. Пока что такое довольно средний результат. Если смотреть на этот бой. Не сказать, что это прям супер жесткая темка. Но, как будто бы просто надо привыкнуть. И найти определенный режимчик для реализации этой комбины. И тогда можно добиваться прям очень хороших результатов. Потому что, вот видите, в моменте ты можешь просто 4000 урона. Просто четверочку в голову давать. Просто 4000. У тебя залетает по ДАшному танк. Не по без ДАшному, а именно по ДАшному танчику. У тебя может залетать по 4000 урона. Если искать сплэш, там по 3 танка, например, да, с выстрела. Вы представляете, сколько урона можно выдавать по итогу. Насколько большие цифры могут залетать в моменте. 1400 по резу, например, сейчас залетело. 3000 просто ваншот бойца. Это благодаря крейсу. Вот, вот, вот такие сплэши. Если вот такие сплэши искать по 4000 просто давать, то можно прям очень вкусно наваливать. Но надо к этому тоже немножечко привыкать. И так, в целом, выглядит поинтереснее наш замечательный громчик. Но не супер имба. Но не супер имба. Да, то есть, как будто вакуумные раньше все равно были сильнее. И с ними можно было больше делать, чем прямо сейчас. Так, пробуем здесь накидать немножечко. Мамонт вжималову дает. Так, по мне сводочка от страйкера залетает. Здесь мака какая-то... Ух ты, ничего себе. Нифига себе я ему дал. 2600 по резу просто. 2600 по резу залетело. Нифига себе. Не, в моменте может прям очень хорошая цифра залетать. Так, 70% овердрайва. У нас остается одна минута до конца. Успею ли я набрать Оуди? Вот это вопрос хороший. Так, пробуем по васпику здесь накинуть. Мне бы вообще с плэшом ему дать. Ну, не успел я немножечко накинуть. 6 килов хочу сделать, чтобы была 50-ка красивая. Красивую 50-ку. Здесь с плэшом есть ваншот? Ну, 1700. Это не такой большой сплэш. Если честно, думал в моменте может быть и повкуснее. Как канта рожига отрабатывает. Ой-ой-ой. Тебя даем. Не успел я здесь вас поподзабрать. Халявный фрикилочек мог быть. Так, да, очень много выстрелов таких молочных я даю. Где можно было бы пробовать забирать дополнительные килы. Но я просто молочку раздаю конкретную. И дополнительно никого не сливаю. Так, ну и все. У нас получается 10 секунд до конца. По хантеру рожиге здесь еще сплэшочек дадим. По 4000 урона. Так, хантер просто делает Джумалова у меня. И смештожает Собердрайв. Еще один я, к сожалению, не реализовал. Что я могу сказать? По ощущениям, как будто вакуумка стала работать по-другому. Да, после этой обновы. Как будто механика ее поменялась. И с такой механикой нужно просто немножечко больше подпривыкнуть. Да, то есть, понятное дело, что и резистов от грамма довольно много было в этом бою. Но это точно не отмазка. Это не супер жесткая имба. Но это новый, интересный, обновленный гром, который стоит протестировать в какой-нибудь осаде, я думаю. Либо, может быть, даже в ЦП, либо в регби. То есть, где противник будет кучковаться. Даже, наверное, штурм за атаку подойдет для реализации этого грома. И там можно уже пробовать давать хорошие результаты. Ну, а вы пишите, что вы думаете по поводу новых обновленных устройств. Может быть, есть какое-то устройство, которое вы бы хотели увидеть в ближайшее время уже на обзоре. Ну, и пишите, что вы думаете по новому обновленному грому с вакуумными снарядами. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok